В этот день, 20 сентября 1802 года, по указу Александра I, в Российской империи была проведена реформа центральных органов власти. Введенные еще Петром I коллегии были впервые заменены министерствами. 20 сентября 1862 года в Санкт-Петербурге была основана консерватория, первая в России. В этот день, 1934 года, ледокол Литке впервые за одно лето совершил северный морской путь вдоль арктического побережья Евразии. Считается, что в эти сентябрьские дни 1862 года варяжский князь Рюрик был призван править в славянские земли. Очередное заседание Академии наук в сентябре 1749 года скандально быть, казалось, не обещало. Напротив, ученые-мужи собирались по торжественному поводу, читались речи в честь именин императрицы Елизаветы. Однако неожиданная часть Академиков во главе с Михаилом Ломоносовым ополчилась на доклад историка Миллера «Происхождение имени и народа российского». В частной переписке Михаила Васильевич бранных слов не жалел. «Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». С трибуны он, конечно, выражался более конструктивно. Например, вот фраза из речи Миллера. «Прадеды ваши, почтенные слушатели, от славных дел своих славянами назывались, которых от Дуная Волохи выгнали». Не очень уважительно получается к славным предкам, которых кто-то куда-то выгоняет. Но больше всего возмущение у самых патриотичных ученых вызвало мысль Миллера о том, что норманы-шведы могли основать династию первых русских князей. Чтобы Рюрик был скандинавом, такая мысль казалась тем более неполиткорректной, что вот только несколько лет назад, как прошла очередная война со Швецией. Словом, будущее у доклада Миллера оказалось решенным и его уничтожено. А позже сам его автор, явно наученный своими коллегами, признал, что никаким Норманом Рюрик не был, и вообще слово «Русь» произошло от имени Роксалам. С тех самых пор нормандский вопрос оказался одним из самых политизированных в истории. И признание того, что основатель русской династии был скандинавом, могло закончиться обвинениями в непатриотичности. В 1860 году спор между норманистами, сторонниками мнениями, что Рюрик был скандинавом, и антинорманистами, вылился в удивительную дискуссию между историками Погодиным и Костомаром. На ученый диспорт в Петербургском университете продавали билеты, причем цена доходила до 50 рублей, что соответствовало очень приличной зарплате за несколько месяцев. История видела еще несколько волны интереса к этому вопросу. Скажем, в 1930-е годы, в пору расцвета в Европе нацизма, ущербность России доказывалась тем, что государственность здесь якобы насаждалась германскими племенами. А дискуссия в среде советских ученых одно время резко прервалась, когда академик Покровский продемонстрировал выдержки из Маркса, где он представал ярким норманистом. Ясно, что спорить с таким человеком в СССР было нельзя. Одним словом, несколько веков к этому вопросу густо примешивалась политика и прочие высокие соображения. Поблизости от этой темы всегда была тема происхождения слова «Русь». Антинорманисты дали огромную массу вариантов, что это производное от названия реки Рось, поселка Старая Руса под Новгородом, что это искаженное имя племени пруссов и прочее. В настоящее время одна из самых устойчивых гипотез – пронормандская. Она опирается на то, что в финском языке до сих пор Швеция обозначается словом «ротси». Предполагают, что финны знали соседей скандинавов как мореходов, грибцов. Грибцов же на шведском называли «ротсман». Согласно этой теории, вместе с князем Рюриком это слово пришло к славянам. Ротси превратилась в Русь. Сначала так именовали только князей и их дружинников, а потом Русью прозвали вообще весь народ и страну. Напоследок скажем, что первым норманистом был сам преподобный Нестор, автор повести временных лет и первый летописец нашей истории. Именно благодаря ему мы знаем предание о призвании варягов. Однако он почти тысячу лет назад не представить себе не мог, что это такой идеологически сложный вопрос. На самом же деле сказать гарантированно, был ли наш первый князь Рюрик шведом или славянином, невозможно. Главный вопрос этот довольно пустой. Князь, конечно, мог быть приглашен из-за моря. Но привнести государственность извне было не в его силах. Она могла лишь созреть сама. Тем более скандинавы в то время находились примерно на одном уровне развития, что и славяне.